Привет, дорогие друзья! Новый выпуск по роялю, у меня очень хорошее настроение, хорошо начался день, сейчас быстренько расскажу предысторию. В общем, я проснулся, зашел в рояль, там покатать пару каточек, поиграть в испытания, чекнул YouTube, смотрю стрим на канале Zebrail. Там он проходит испытания, точнее, ему проходят испытания, а он смотрит. Вот, смотрю, идут 4-0. Думаю, блин, хочу его заснайпить, вот чисто по приколу. У меня в тот момент было 6-0. Пишу в чате ему, ааа, бустят, фу, там, ну, прикалываюсь. И говорю, жду вас на 6 победах, и я твоего бустера хочу словить в этом испытании. Чисто, опять же, по приколу, не думал, что это получится сделать. Zebrail говорит, что задержка на стриме, у тебя это не получится сделать, и приглашает меня в скайп. И я такой, обааа, ну так это интересно, хотя я до последнего сомневался, что это получится. Кстати, кому интересно, я сейчас иду 14-1. Продолжу на стриме. Ребята, осталось 6 побед. Это реально, это, блин, эти 14 побед я сделал по фану, прям на стриме у Zebraila. Те люди, которые были на этом стриме, ребят, там, поставьте плюсик в чате, не знаю. Подпишитесь прямо сейчас на канал, нажмите на колокольчик. На стриме вы увидите продолжение этого испытания. 6 побед осталось, не знаю, сделаю или нет, ну, короче. И, кстати, вот это одно поражение, это от Zebraila. В общем, в итоге, мы два раза встретились в испытании, одновременно нажав в бой. Первый раз я проиграл, ну, а второй вы сейчас посмотрите. Честно, я бы вам сейчас показал еще много разных классных поединков, блин, они реально были интересными. Ну, блин, одно поражение, одно поражение Spellbait'у. Почему я проиграл, вы увидите, кстати, на канале Zebraila, у него выйдет этот ролик, посмотрите, я ссылочку оставлю в описании. Но я скажу так, во-первых, я не ожидал увидеть Spellbait, я думал, что он выйдет с той колодой, которой играл. Второе, я плохо играю против Spellbait'а, конкретно с этой колодой. Ну и третье, не знаю, просто затупил. Было, вот, просто все отвлекают, общаешься в скайпе, то есть не сосредоточен на атаке. Ну, короче, я не отмазываюсь, я просто говорю причины, по которым я проиграл, потому что моей декой вообще на изи выносить Spellbait. Вот, ну и, собственно, теперь перейдем к самой сути ролика. Кому интересно, я играю вот этой декой, постараюсь пройти. Короче, я думаю, что вы суть поняли, да? Мы встретились с Zebrail'ом в поединке в этом испытании, одновременно нажав в бой. Ну, в общем, сейчас все сами и увидите. Приятного просмотра. Кстати, ролик у меня не получилось скачать, точнее стрим его, поэтому я буду его включать через плейлист. Ну, короче, все, сейчас увидите. Приятного просмотра. Холдинг 16-3 сделал. Ребят, холдинг играть не умеет, понимаете? А то интересно стало. Сейчас я, опа. Сейчас я твоего бустера жду на 6-ти победных. И буду делать это так. В смысле, холдинг? Привет. Холдинг, вообще-то ты видишь? У нас все честно. Алло. Алло. Здорово. Так. Никит, ты слышишь ведь его, да? Да. Давайте вы на счет 3 тогда нажимаете. Походи, я запускаю клашу. Ань, походи. Давай, там. Раз. Стой. Стой, стой. Стою, стою, стою. Давай. Раз. Два. Три. Ну, что-то долго ищет. Зебраил, я тюну. Паш, тара. Как бы не проиграть? Там минус уши? Нет? У тебя 13-1 уже, да? Да, ну капец, у него есть в начале сборщик, у меня нет, так не честно. У тебя 13-1 было? Нет, ты понимаешь, что уже все, цикл не тот. 13-1, да. У нас 13-2. Скинь, пожалуйста, разряд на нашу башню центральную. Без проблем. Да нет, ниже надо было. Да блин, какого он взял такую же деку? У него, видишь, цикл, цикл решил. Оп. Птичка от мегаминьона. Блин, да он сейчас мне запорит испытания. Да, если тебя выиграют, то все. Капец. Да ладно, ладно, я, может быть, проиграю, может быть. Хотя я поддаваться не буду, я буду играть на полном. Не, играйте как есть уже, я не знаю. Надо же проверить, что два раза просто придется Никите. Никита! Не Арина Бустера. Так там просто, может, он заснул, я не знаю. Да, нет, все нормально. Там сломали нам лицо. Зато он сборщик выставил. Бам, блядь. Сука, че хлисап? Хватит мне звонить. Так, не отвлекай, ты специально там включаешь музыку? Нет. Холдик, расскажи что-нибудь, че там, как машина? Да нормально все. Че там, отремонтировал же ты, да? Да. Ну и как там? Да нормально, светит. Светит? Да. Ну ладно, нормально тогда. Хорошо, что хорошо. Да, спасибо. Ты смотри, Холдик, с правой стороны сейчас оттачь, там защита слаба. Так, так, хорошо, хорошо. Никита, ты такие же карты выпускаешь, как Холдик. Да, нет, здесь не карты. Смотри, у него два принца, а у нас не два принца. Ну да. У нас тут проблема как бы небольшая, Никита. Ну такое, да. Так, ты мне эту вырезку дашь, короче, я не записываю, че это был. Давай тебе, давай проиграть это дам. Так, тут еще ничего не ясно. Да все тут ясно. Сейчас я ему нет дропну. Холдику дропни. Ну че я туплю, сейчас мог бы уже забрать башню. Че я делаю? В смысле, ставь корректор, Никита, Холдик. Хорошо, бро. Блин, я тебе Бро назвался. Бро, эй, бро. У нас, знаете, ну атака посильнее. Стягивай, стягивай, оооо. Так их, так их. Тише. И давай это палача выкидывай. Палача, палача. Татише какого палача, которого у меня нет? Который рубит всех. Почему у него много юнитов осталось, Никита? Не знаю. А у нас? Почему он и не я едет? Е-бой, е-бой, я выиграл Зебраила. Е-е-е, 13-3 у Зебраила, а у меня 14-1. Никита, давай, ну, я уже сейчас заканчиваю. И на этом моменте Зебраил завершил стрим. Ну, не конкретно на этом, но после этого поединка у него стрим закончился. Ну, потому что у него 13-3 было. Я его не специально слил в испытании, то есть он сам хотел, чтобы мы еще раз вышли. Это было интересно, это было классно, и я не ожидал, что я вот так на Изи 14-1. Я играл очень серьезно по фану, но сейчас я настроен очень серьезно. Когда настраиваешься еще более серьезней, начинаешь лузать, начинаешь нервничать, и я вот играл по фану. И давайте я вам покажу поединки. Они реально были очень крутыми. Вот, к примеру, против Тарана, и вот эту колоду, короче, я очень боялся встретить, потому что мне Элисей говорил, что ты ее вряд ли выиграешь. То есть против нее надо реально, ну, не знаю, понимать, что ли, либо, ну, хызы, короче. Давайте смотреть. Я уже привык, я уже привык играть с големом вот этим. Я уже знаю, как сейвить сборщик от шахтера, когда ставить сборщик, когда атаковать, короче, ну, уже более-менее. То есть я как бы не скилл, но более-менее я уже деку стал понимать. Хотя тупить я еще не перестал. Тупить я еще туплю, потому что такие моменты, когда ты пытаешься пройти сами и сосредоточиться на атаке, то есть ты волнуешься и нервничаешь, чтобы поменьше урона пропустить. Хотя конкретно в нашей колоде урон пропускать очень, очень даже неплохо, потому что мы больше ориентируемся на двойной элик, и мы ориентируемся на то, чтобы хотя бы один сборщик, или все говорят, хотя бы один сборщик нам надо засейвить, и чтобы он полностью отстоял и вырабатывал эликсир. Вот. Ну, как видим, начало пока что... Ну, я бы не сказал, что оно плохое, оно нормальное. Я уже, смотрите, второй сборщик ставлю. Ну, вы просто посмотрите сейчас, как мне начнут прессинговать. Я потом еще против спалбета покажу повтор. Вот. Это было реально круто, и немножко отвлекусь от этого поединка насчет с Зибраилом. Вот это, да, один луз. Блин, очень обидно, что я его получил от Зибраила. Так бы у меня сейчас было 15-0 уже. Ну, ничего, я думаю, все равно у меня шансы есть. 14-1 это нормальная стата. То есть, как бы у меня шансы есть, поэтому продолжим на стриме. Я бы и сейчас продолжил, но, честно, пока что настраиваюсь под стрим. Я не знаю, когда будет стрим, поэтому подпишитесь обязательно на канал. Вот. Ну и, короче, опять ставлю сборщик. Это последний сборщик уже за эту игру, потому что сейчас двойной эликсир будет, и просто понеслась. Противник сейчас полностью фулл атаку делает на меня справа. Я чудом задефал. Зап и принц, смотрите, полностью это все остановил. Но, конечно, полностью, я имею в виду, таран остановил, и бандитка не сагрилась с разгона. Но, естественно, чуть-чуть урона прошло. Когда он выбросил фойзан, я понял, что все, дефать смысла нету. Пора уже идти в атаку. Ставлю голема на правую башню. Он сейчас по левой стороне пойдет, потому что, ну, смысл ему идти на голема. Я, опять же, думаю, ну, блин, забить, наверное, я все равно не отдефаю. Поэтому выбрасываю дракончика к голему. Но, с помощью торнода попытался, но это было тупо. Попытался перетянуть на главную зданию, хотя нет, бандитка перекинулась. Бандитка перекинулась. Ну, блин, все равно, я думал, что я прям все засосу туда, и вообще урона не получу. Вот. Да-да-да, даже если бы я и отдал бы вышку, мне кажется, я бы дальше пошел на трешку. Противник, вот сейчас, вот когда такой спам идет, нереально остановить. Просто эту колоду нереально остановить, когда идет просто пуш-спам. У тебя есть пламенный против голема, ну, точнее, у него. У тебя есть, конечно, для атаки очень хорошие карты. Есть ледяные големы отвлекать моих принцев. Но, когда идет спам, это все не спасает. Это просто уносится в порошок. При этом, если еще и дракончик есть с темным принцем и торнадо, все. Это реально, даже пека стирается в порошок. То есть, эту колоду реально понять, и все, я не знаю, как ее затащить. То есть, против нее, конкретно против моей колоды, она реально очень хорошо выносит. Вот, против спалбейта мне тяжело, вы увидели на стриме. Вот, давайте покажу вам сейчас против спалбейта. Я тут катал. Я на стриме, это все было на стриме у Зебраила. Я там отвлекался, мы там шутили, смеялись, короче. То есть, ну, знаете, я особо не обращал внимания на бой свой. Я чисто хотел по фану выйти против Зебраила. Но я не думал, что так получится у меня далеко зайти. Ну, то есть, 14 побед сделать. Ну, давайте смотреть. Значит, опять же, эта колода вначале получает пощадку. То есть, вы проигрываете, вначале пропускаете урон. Вот, кстати, сейчас я нормально, да, активировал главное здание. Вот, тут принцам, к сожалению, к сожалению, не было у меня темного принца. Поэтому приходится тратить обычного. То есть, в таких ситуациях, конечно, темный принц очень хорошо зайдет. И даже Заб бы не пришлось бы тратить. Но в моем случае, кстати, против этой колоды, я не парился. Я, то есть, Заб не боялся тратить. Потому что я в основном гоблинскую бочку не дефал Забом. Это тупо. Ну, не знаю. Просто все равно урон проходит. Я либо Торнадо, либо вот как сейчас Мега Миньоном там. Ну, каким-то юнитом, короче, грубо говоря. Короче, сейчас я немного урона пропустил. 500 хп пока. Осталось 50 секунд до 2 новой элика. Я сейчас ставлю сборщик. И я вот не знал, есть у соперника ракета, либо фаер, либо нет. Вот это, кстати, наверное, меня спасло. То, что у него не было чем контрит сборщик. Вот. Тут, помните, да, мою ошибку, когда бандитка вот на меня идет. Я волновался и не знал, что делать. Я ставил голема. И Лисей сказал, никогда, никогда такой херни больше не делай. Я говорю, так, блин, бандитка тогда урон нанесет. Пускай наносит. Это нормально. Ничего страшного, что она нанесет урон. Торнадом активируешь главное здание. Я его послушал. Так и сделал. И вышку даже отдал. Не дефался. Противник бочку кидает на сборщик. Сборщик последнюю каплю сейчас даст. Вот. И все. Больше у меня сборщика нет. Я надеялся на то, что двойной эликсир меня спасет. Собственно, так и произошло. Смотрите. Просто смотрите, что сейчас начнется. Сейчас начнется дискотека. Бандитка. Я ее забил на нее. Потому что, ну что там ее дефать? Зачем? Сейчас с помощью торнадо принцесса. Вот принцесса мешает. С помощью торнадо ее ближе к голему. Так, я извиняюсь. Это на почту пришло сообщение. И подбрасываю еще принца темного. Все. Осталось подкинуть дракончика. Прокрутиться до второго вихря. Торнадо. И просто, ну, наблюдайте сами. Я не знаю, как это. Тут даже не надо комментировать. Просто смотрите все сами. У родильника эликсир только откатился. Он не знает, что выбрасывать. Там голем, два принца, мегаминьон, дракончик. Что делать? Да ничего не делать. Ничего не делать. Просто. Я еще сейчас хочу найти, если найду. Не помню просто какой повтор. Там, помню, с ракетой спеллбейт был. Да, сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу. Покажу. Вот. Вот он. С ракетой. С ракетой спеллбейт. Этим спеллбейтом, кстати, скоро буду играть. Вот тут, знаете, вот вроде бы кажется, что контра против нас. Ну, вот смотрите. Ставлю сборщик. Сборщик уничтожается ракетой. Выбрасываю голема. Выбрасывается инферно. Выбрасываю принцев. Отвлекаешь там бандой гоблинов. Там бревном сбиваешь МК. С ледяным духом. Опять же, ракетой. Ну, в общем, давайте смотреть. Вначале я, опять же, проигрывал. И, блин, я вот сам удивляюсь, как вот так у меня все получилось. Просто смотрите. Я помню, что я всегда любил прокручивать колоду до сборщика. Вот я не знаю, вот я что-то сам себе внушил, что надо поставить больше сборщиков. И, безусловно, сборщики это хорошо. Сборщики это классно. Но постоянно ставить их не всегда уместно. Вот сейчас я приведу вам пример и сейчас покажу. Вот сейчас, блин, вот меня бомбило в этот момент. Потому что я выбросил темного принца. И с помощью торнадо хотел убить принцессу. Но не убил. Не убил, потому что принц дамажил рыцаря. Мне пришлось запом добивать. Поэтому я бомбанул. Выбрасываю мега-миньона, чтобы задефать гоблинскую бочку. И ставлю сборщик. Он его убивает ракетой. Я понимал, что смысла нету выбрасывать сборщик. Хотя, ну как, на самом деле есть смысл вы байтите противника на ракету. То есть он потом в дефе не потратит. Хотя у него цикл быстрый. Тут вопрос спорный. Возможно, он даже успеет. Да невозможно, успеет он прокрутиться до второй ракеты. Но не суть. Вот, по-моему, сейчас я буду уже ставить голема. Нет, сейчас отдефаюсь. Отдефаю гоблинскую бочку. Сейчас с помощью торнадо, по-моему. Я не помню. Сейчас посмотрим. Да, с помощью торнадо, по-моему, ноль урона я пропущу. А, нет, нет, нет. Я активировал главную вышку. Я просто несколько спеллбайтов... Это против Забраила было, когда я с помощью торнадо ноль урона пропустил. Блин, ну, мне нравятся такие моменты. И все. Я понимаю, что хватит. Хватит пропускать урон. Вот-вот, уже двойной эликсир. Поехали, голем. И все. Вот просто с этого момента противник больше ничего не сделает. Смотрите. Банда гоблинов за вышкой. Это вообще было, мне кажется, глупо. Бандой гоблинов надо ловить было принца. Чтобы он сейчас не дамажил ни инферно, ничего. Сейчас хороший Заб будет. Он и гоблинов убил, и инферно тоже с каст сбил. Все. Осталось только торнадо сделать. Он выбрасывает ракету, но смотрите, ракета ж не убивает, по-моему, принца полностью. Видите? Принц еще тыку успел сделать. Я немножко тут растерялся, потому что... Вот видите, принца выбросил. Потому что я думал, блин, вышку не добили. Что делать? Голема за вышкой, либо идти в атаку. Я одного принца, потом второго. В итоге, блин, я уже начал нервничать. Думаю, все, походу сейчас солью. Гоблинская бочка. Он еще... А, он еще несколько раз выбросит гоблинскую бочку. Выбросит потом ракету. У меня останется 200 хп. И в итоге он их не добьет. Я думал, он успеет прокрутиться до ракеты. Короче, я думал, я серьезно думал, что проиграю. Я вот хочу сейчас как раз на повторе посмотреть, что же там произошло. Эликсира у него не хватило или что? Он ракету-то не кинул. Вот сейчас минус голем мой вообще. Ага, вот, вот. И с помощью торнадо. Но одного все-таки гоблина я оставил на вышке, к сожалению. Но я еще не научился нормально пользоваться торнадо. Я знаю, что можно делать все вообще прям классно с этим торнадо. И такие афишки там, ну, это на канале хурмы можете посмотреть. Но я еще так не научился делать. Я вот играю как умею. Вот темный принц сейчас прям вот просто идеальный был. Просто идеальный темный принц. Забирает банду гоблинов. Двух принцесс. Да это... И еще, смотрите, нанесу урон по принцу. Все. Голем вовремя. Вовремя голем. Обратите внимание. Видели? Принцесса не согрелась на вышку. Тут каждый момент просто был очень важен. О! Я думаю, где же я так сделал, что ноль урона пропустил? Но, как бы, гоблины не нанесли урон. Но потом вернулись к вышке, потому что моя башня была... В таргете был рыцарь, по-моему. Вот поэтому только они потом нанесли урон. Но я сделал идеально. То есть гоблины сразу не нанесли урон. Короче, я в шоке. Я реально в шоке. Вот смотрите. Вот скоро будет ракета. И гоблинская бочка, по-моему. Не помню. Я помню, что останется 200 хп. Вот сейчас торнадо было очень хорошее. Блин, ну... А, добил, добил принцессу, да. Все. Остается 400 хп. Я думаю, что же сделать? Что же сделать? Тут запнул. Потому что главная вышка активирована. Зап очень уместно. Они быстро уничтожают гоблинскую бочку. В этот момент, когда он выбросил ракету, я понимал. Это последний шанс. Последний шанс. Мне всегда, Алексей говорил, не ставь так голема. Не знаю, мне вот всегда хочется его так поставить, чтобы юниты агрелись на него, а не на вышку. Не знаю, правильно я сделал или неправильно. Вот сейчас идеально-то надо. Смотрите. Смотрите, ребят. Ну, опять же, идеально оно, потому что я вышку не потерял. Остается 300 хп. И вот, вот, вот. Противник думает, заберете. Просто, просто, ну, вот так, вот так, вот так вот я сыграл. Я себя редко хвалю, но я сыграл реально хорошо. Ну, не идеально, не идеально. Я вот сейчас пересматриваю повтор. Да, я вижу, что я там гоблину дал нанести урон, там. То есть, ну, классно, классно. Вот, блин, бревно было уже, я не знаю. У меня радость в том, что просто у меня есть шанс пройти 20 побед. Но, наверное, мое лицо поменяется в противоположную сторону, когда я не пройду это испытание. Ну, ладно. В принципе, не важно. Мне, честно, по кайфу его проходить. Даже если 20 побед не сделаю. В любом случае, я уже делал 17, да, или 16, не помню, сколько побед. В любом случае, я пытался. И я делал классные поединки. И в любом случае, я чуть-чуть свой скилл улучшил. В любом случае, теперь в глобале буду получше играть. И в грандах, надеюсь. Короче, друзья. Я не прощаюсь. Мы скоро с вами увидимся на стриме. Приходите, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Даже если я конкретно с этой попытки солью испу, я еще раз буду пытаться. Еще у нас 2 дня, я буду эти 2 дня еще играть. Я говорил, что все это последний трай. Я отдам бустеру аккаунт, пускай он бустит. Не. Не отдам я бустеру аккаунт. Я буду сам играть. Потому что, вот, если бы я изначально не пытался сам. Вот сколько я попыток? Я не знаю, я попыток 15 сделал, наверное. Если бы я сам вот это сколько времени не бухал в это испытание, я бы отдал бустеру изначально. Но так как я уже, блин, начал, я это дело доведу до конца. Неважно, пройду или нет, но я уже буду пытаться только сам. Мне уже не нужна эта, вот эти, вот эти ачивки. Мне не нужен этот легендарный сундук с золотом. Я просто хочу его попытаться пройти сам. Все, ребят, я вам желаю удачи, хорошего настроения. Подписывайтесь и ждите мои стримы. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok